Александр Владимирович, у нас есть несколько к вам вопросов, на которые хотелось бы получить ответы ваши. Давайте начнем с вопроса о программе БКД. — Скажите, пожалуйста, подошла к концу программа. Как сейчас состояние? Мы знаем, что Артем идет практически впереди планеты всей по краю, и мы освоили большее количество денег по этой программе. Вот расскажите, пожалуйста, довольны ли вы результатами и все ли дороги уже приняты? — Практически выполнены все. Недоделки небольшие идут по ЛАЗО, где нету примыкания, немного недоделан тротуар. На остальных, после того, как проходил объезд экспертизы с Хабаровска, определение качества выполнения работ, сейчас есть где какие-то недочеты, то же самое они устраняются. — Задачу, поставленную ту, которую мы себе планировали на 2019 год по БКД, мы выполнили. Трудности большие были в чем связаны? А с тем, что были большие дожди. Август-сентябрь у нас сильно так остановили работу, но впоследствии погода более-менее установилась и дала возможность нам выполнить все работы. — Считаю, что на следующий год мы постараемся начать работу в июне. Почему? Потому что лимиты нам уже практически доведены, остается только принять бюджет. — И, значит, это уже у нас будет аукционные проведены, возможно, в конце декабря. Но основной упор, я говорю, мы делаем там, где у нас идет большое движение автотранспорта, где у нас автобусные маршруты, где у нас пешеходы требуют пешеходных переходов, потому что это одно из условий БКД, это тротуарные. — Поэтому я думаю, что после того, как произойдет нанесение дорожной разметки там, где она должна быть, дороги будут приняты в эксплуатацию. — Что касается тротуаров, продолжаются работы по ремонту и облагораживанию, так сказать? — Основная работа, которая идет сейчас на тротуарах, ну, она уже закончилась тоже практически. Начинаются минусовые температуры. — Обращено внимание на то, чтобы люди могли пользоваться этими тротуарами. Именно люди, которые маломобильны, маломобильны, люди, у которых есть маленькие дети, коляски, то есть инвалиды. — Поэтому, если вы обратили внимание, что тротуары все в первую очередь делаются съезды, нету таких обрывов, когда надо было поднимать. — Да, было много тротуаров, которые, ну, грубо говоря, посредине находилось кольцо водопроводное там или канализации, выступало на поверхность тротуара и получалось, что посредине вот. — И такое есть еще в нашем городе, и мы будем исправлять. Такие вещи надо исправлять. Там, где лестницы, там должна быть возможность спуска для маломобильных. Там, где кольца стоят на тротуарах, их надо опускать ниже, на уровень тротуара, чтобы можно было спокойно идти. Ну, потихоньку будем к этому стремиться. — Ну, давайте продолжим тему благоустройства. Программа «Комфортная городская среда» и «Тысяча дворов». Они у нас тоже уже подходят к завершению, также у нас площадки уже сдаются, да, сейчас некоторые. — Что там есть новое? Значит, первое, мы начинаем принимать работу только после того, как мы получаем положительные заключения от жителей, но от старшего дома, возле которого были произведены работы. То есть, если руководитель согласен подписать акт ввода объекта в эксплуатацию без замечаний, значит, мы этот объект принимаем. Если нет, то есть претензии, которые находятся в техзадании, да, претензии по техзаданию, то есть не после того, как что-то новое, а если вот, как мы согласовали, выполнили все работы и нет претензий к тем работам, да, то есть можно получиться, то есть, как она, работа бывает бесконечна, да, то есть одно сделали, второе сделали, третье, то есть начально определили цена, что должно быть сделано. Если цена и то, что запланировано сделано, значит, то, я думаю, человек должен принять такую работу, если она сделана качественно. Если некачественно, значит, будем то же самое, обращаем на это внимание. У нас есть у подрядчиков обязательства, почему мы не стараемся брать подрядчиков с нашего города. Ну, не мы, они выигрывают у нас, потому что потом еще и легче заставлять их, чтобы они исправляли вдруг недоделки, которые есть. Хотя у нас есть подрядчики из Владивостока, есть из Артема и другие есть подрядчики, вот, то есть 44-й позволяет выигрывать всем. Но желательно, чтобы всегда были это люди из города Артема. Подрядчик, допустим, пришел с Хабаровска. Ну, хотя ничего не могу сказать про этих подрядчиков. Почему? Потому что по 44-му вот выиграли хабаровские ребята. Я их не знаю, да, но вот я через день бываю на этом объекте. Это реконструкция памятника. Вот, и ребята очень хорошо и качественно работают. Вот практически они уже все идут к завершению. То есть осталось поставить там плиты, там, вот хабаровские, да, вроде бы как хабаровские, но работает очень качественно. Ну, что касается этого объекта, по срокам мы успеваем? По срокам-то мы успеваем, температура нас давит. Они по срокам успевают, они идут с опережением графика. Им это выгодно. Почему? Потому что вот сейчас отрицательная температура, им придется ставить навесы, ставить тепловые пушки, греть. Поэтому они вперед, 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 вперед планеты всей. Я вот вчера там был, уже основание делается для укладки брусчатки. Уже внутренняя чаша почти практически готова, там не готовы только ступени, да. Наружная часть готова тоже, поэтому нормально все. Хабаровск город неплохой, но вот это хорошие подрядчики. А другой проект, который у нас готовится, там чисто-чисто проектная работа, там плохой заказчик, подрядчик у меня. Почему? Потому что мы его вылавливаем. Он то на Сахалине, то в Хабаровске, то еще где-то, понимаете, да. Часть людей у нас работает ответственно и качественно, а часть людей приходится поправлять. Если говорить про спортивные площадки, то их было 14. 14, да. Если говорить про детские площадки, то их было 9, да. Если говорить придомовые, то было, значит, 17-18, 37 получается, да. Если по комфортной среде, это еще 15. Плюс у нас еще несколько придомовых территорий. Это когда люди пришли к нам и мы вышли с предложением 30 на 70. Есть территории, которые 95 на 5. Воркауты в этом году начали активно делать. Нет, ну вот я про что, про воркауты я и сказал, что это 14 площадок, которые уже сделаны, где лежит крошка резиновая, где выполнено все в бетоне. И опять не успели их построить, не успели их построить, царапают, ломают, вырывают, что только не делают. Думаешь, ну зачем ты это делаешь? Ну, это же построено для вас, для тех жителей, кто там живет. И они сами себе же все это делают. Но могу вам сказать, что после того, как мы принимаем эти площадки спортивные у подрядчиков, мы моментально их передаем в управляющую компанию на придомовую территорию. И вот я думаю, когда люди будут платить за эти площадки, за содержание, за восстановление их, то я думаю, они сами уже будут смотреть, чтобы их не ломали. Когда люди будут вкладывать свои деньги, они будут ценить и содержать эти площадки в надлежащем виде. Может быть, еще в какой-то дальнейшей перспективе заложить туда еще и видеонаблюдение? Мы передаем площадки. Теперь это уже будет не наша муниципальная собственность. Поэтому при желании у управляющей компании, если есть желание, есть возможность поставить и видеонаблюдение, и наружное наблюдение дворников, допустим, уборщиков. Понятно, да? То есть это теперь их имущество, собственников. И вот, извините, ребята, мы вам это сделали, вы это содержите. И если вы сами ломаете, ну, значит, вы этого хотите. Уже никто не будет говорить, что это площадка муниципальная, что она принадлежит муниципалитету, и муниципалитет вот там не смотрит за ней вообще. То есть это теперь ваше. И детские площадки, и воркауты. И придомовая территория тоже становится их. Почему? Потому что она стоит у них на кадастре, это их общедолевое имущество, их собственность. Мы по их желанию, по желанию жителей все сделали. Это теперь тоже ваша территория, за которую вы конкретно отвечаете. Вопрос про бюджет. Сейчас он обсуждается в Думе, и вы находитесь в руле города с 2016 года, и известно, что он будет в 2020 бездефицитно. Вот как вам удалось сделать? Все зависит от сплоченности команды, с которой ты работаешь. Одно из главных направлений – это то, что ты работаешь программно. Определяешь количество финансирования, необходимое для города, и начинаешь идти по этой дороге. Дальше надо привлекать и работать очень плотно с субъектом федерации, с Российской федерацией. Почему? Потому что это получаются субвенции, это получаются дополнительные деньги, это дополнительные средства, которые позволяют развиваться городу и становиться на ноги. Второй вопрос, который позволяет более стоять устойчиво на ногах, это привлечение, конечно, предпринимателей на территорию Артемовского городского округа, или как бы другими словами говорят о привлечении инвестиций на территорию города. Хотя понятие по тарификации инвестиции какое-то своеобразное. Если ты строишь на территории что-то, то это инвестиции. А если ты вкладываешься в развитие предприятия, то это как бы уже и не совсем считается инвестициями. Хотя при том и при всем могу вам сказать, что человек получает землю в аренду, первое, что он делает, он хочет ее иметь в собственности. Он делает небольшой объект с малым вложением инвестиций, который позволяет ему выкупить этот земельный участок. После того, как он его выкупил, он дальше продолжает строиться, но это уже как бы считается не инвестицией. Но я считаю, что это инвестиции. То есть новые заводы, новые цеха в заводах. Я знаю там одно из предприятий, не буду делать рекламу, да. Они зашли, маленькая, маленькая была у них там, цех маленький, небольшой. Сейчас это предприятие, в котором работают 350 жителей города Артема. То есть там магазин у них есть свой, цеха по переработке есть свои. Все, что хочешь. И вот они... Это инвестиции или нет? Инвестиции вроде бы. А по классификации попадает, что это не инвестиции. Вот именно таким образом, за счет вот таких предприятий, которые у нас развиваются, и показатель очень такой мощный. Почему? Потому что у нас крупные предприятия. К нам зашли инвесторы, компания Hyundai. Она зашла как инвестор по компании, да. Вот они не могли никак запуститься, в итоге перепродались. Зашла другая компания, готовый объект. Вкладывает они свои деньги или не вкладывает? Есть инвестиции или нет инвестиций? Вопрос. Но при том, при всем, НДФЛ получился, компания зарегистрировалась у нас, а развитие компании идет дальше. Вот. Поэтому, что такое инвестиции, это сложно определить. Но мы считаем, что и за счет таких компаний, которые к нам заходят, крупных компаний, мелких компаний, какая разница? Иногда бывает, от мелкой компании больше получаешь показатель, чем от той, которая там, крупная компания. Почему? Потому что она, ну, есть определенные нюансы, когда она старается уйти, допустим, с города. Есть такие компании, которые специально, заходя потом в город Владивосток, они регистрируются в Санкт-Петербург, в Москва. Вот. Они переводят туда свои активы. И вот тот вопрос. Вроде как зашли как инвесторы, а теперь все деньги находятся в Москве и в Санкт-Петербурге. Вернуть мы не можем по закону. Регистрация везде можно. Инвестиции это или не инвестиции? Они же зашли как инвесторы. А вышли так, как никто. Что опять же касается бюджета. Он закладывается у нас на 2020 год. И, насколько я знаю, в этот бюджет будет входить ремонт моста через озерное включение на Кирово. Большая реконструкция планируется? Значит, вот я как раз могу сказать здесь о качественных или некачественных подрядчиках. По ремонту моста. Да, мы заложили финансирование свое на ремонт этого моста. Но для того, чтобы его отремонтировать, нужен проект. Не, не ремонта, а капитального. То есть строительство моста. Мы не ремонта делаем, потому что мост уже, ну практически будем говорить, изжил свое назначение. Мы заказали проект. Вот наш недобросовестный подрядчик, который выиграл по 44-му из Якутии. Пока что нам еще, мы ведем с ними переговоры, вплоть до того, что потом мы будем с ним еще долго-долго судиться. Но нам до нового года надо пройти госэкспертизу. Если мы проходим эту госэкспертизу, да, мы заложили деньги на строительство этого моста, и мы будем на следующий год строить этот мост. Поэтому то, что наше, мы будем делать. И мосты посмотрим потом дальше. Ну и дорогу, естественно, надо будет от Кольца до Перекрестка, вот до этого, до интернациональной, с интернациональной. Вот эту дорогу тоже надо будет делать. Правильно был задан вопрос, что у нас так вот немножко улучшилось состояние бюджета, да, вот, поэтому есть вопросы, которые надо рассматривать и на образование, и на медицину, и на содержание других направлений в городе. Вот, и вот как раз сейчас, когда я вам даю интервью, у нас шло принятие бюджета в первом чтении, и, наверное, во втором чтении будет принят бюджет. Вот, поэтому, да, он у нас в этом году более-менее нормальный, для того, чтобы у вас была возможность приступить к ремонтам поплотнее, к ремонтам детских садов. Есть проблемы, надо их решать. Давайте поподробнее про детские сады и школы. Очень много проблем, очень сильно много проблем. С одной стороны, вроде как у нас детских садов хватает, с трех до семи у нас вроде как есть, но есть сейчас проблема с нуля до трех. Такая вот программа жизнь, да, вот такие детишки есть. В старые добрые времена это называлось не детский сад, а ясли. Есть проблемы с вентиляцией в детских садах, есть проблемы с кровлей в детских садах. Практически на всех общеобразовательных учреждениях убит асфальт, то есть нет его. А строиться будут школы, детские сады? Опять хороший вопрос. Сегодня мы проектируем два детских садика. На Томска и на Кирова, 99. И опять же нам попались хамаровчане. Только теперь уже с плохой стороны. Если мы до 25 декабря успеваем оформить все документы, то на следующий год нам дают, по крайней мере точно знаю, на строительство одного детского садика. Точно дают. Если мы не исполняем это, то я как минимум получу от губернатора замечание за неисполнение. Ну а подрядчики, что подрядчики, они будут судиться со мной по деньгам. Так вели 44-й закон. Конечно, хотелось бы построить, где необходим, очень сильно необходим детский садик. Это вот на Кирова, 99. 100% там надо. Хороший, нормальный детский сад. Вопрос по ветхому жилью. По ветхому жилью. Вот вы знаете, очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Почему? Потому что на 2020 год нам выделили 7 миллионов рублей на ветхое жилье. То есть, это на 12 квартир. Начали считать. Мало 7 миллионов. Правильно. Почему так мало? И как их купить? Я тоже, вот сейчас я с фондом интересуюсь, по фонду, по ветхому жилью говорю. Вы расскажите, как можно выполнить такую программу на эти деньги, которые, даже если 70 рублей квадратный метр, будем так говорить, стоит у нас, 70 тысяч имеется в виду, квадратный метр жилья, средний, что получается вместо 12 квартир. Есть решение очень простое. То есть, у нас есть программа, рассчитанная на 3 года. Предложение очень простое. Вы отдайте эти деньги в администрацию города, как мы раньше делали. Мы построим дом на аукционе, ну, как положено, с тем количеством необходимого финансирования, потому что тогда мы идем там частично, около 20% вкладываемся, как администрация, край дается финансирование, да, и у нас получится дом где-то, ну, квартир на 90. Но для этого надо вкладывать под 180 миллионов. Вот 180 миллионов, они как раз позволят решить трехгодичную программу. И тогда, если мы, ну, как начнем так говорить, начинаем его строить, если возьмем проект повторного применения, то мы где-то начнем этот дом заложим и начнем строить в июле месяце, да, а по проектно-смертной документации обычная девятиэтажка, там, пятиэтажка, там, полтора года строится, ну, там рассчитывается специально нормы строительства, да, и мы вкладываемся как раз в трехлетнюю эту программу. Вот сейчас у нас как раз идет и диалог о том, чтобы была возможность включиться в эту программу и закрыть эту проблему. Земля уже под этот дом выделена. А с местного бюджета мы выделяем на ветхое жидео? С ветхого мы в качестве софинансирования выделяется там зависимости. Раньше мы выделяли 20 процентов вот на софинансирование, сейчас меньше. Если мы начнем сами участвовать, ну, своими деньгами, да, то у нас хоть и говорится, что там большой бюджет, да, города за 3 миллиарда, да, уже перевалил, но этого будет, то есть, тогда мне надо остановить дороги. строительство одного дома стоит 190 миллионов, ну, где как, 200, 190, 150, вот, тогда мы ставим один дом, но на 150 миллионов минус ремонт дорог, или ремонт детских садов, или школ. Вот сейчас очень хорошая программа, вот эти тысяча двориков, да, комфортная. Но если обратить внимание, здесь дом, и здесь дом, территория сделана хорошо, а выезд с этих придомовых территорий приходится ездить по ямам, да, то есть вы вот проехали вокруг своего дома, выезжаете вроде бы на межквартальную дорогу, а она убитая полностью, да. Наверное, на следующем уточнении, на февральской доме, феврале, да, феврале, наверное, мы будем выходить с программными деньгами именно на ремонт междворовых дорог, с установкой, опять же, бордюр, ливневых решеток, там, всего остального, туда тоже деньги нужны будут, вот, и когда начинаешь говорить, туда деньги, туда, туда, есть мостик, мосты, там, допустим, или мостики, как их будем называть, там, тоже надо на ремонт вкладываться, да, а самое интересное, самое такое сейчас, закон обязывает нас любую работу делать согласно проекта, а любой минимальный проект стоит больших денег. Известно, что будет реконструироваться реконструкция стадиона «Кугольщик», какие еще будут важные социальные для города объекты реконструироваться? Сейчас температура уже пошла отрицательная, да, мы посмотрели ту часть работы, которую подрядчик выполнил при строительстве велосипедной дорожки. Она сейчас требует дополнительных устранений недостатков, которые там существуют. Таким образом, в этом году нет смысла укладывать асфальт на велосипедные дорожки. Она практически для велосипедистов великолепна, то есть она отградирована, там нету канав, там нету воды, там она сухая, нормальная, можно ездить. Поэтому мы в части подготовки велосипедной дорожки к асфальтированию в этом году подойдем, потом расторгаем контракт, забираем деньги в казну и на следующий год опять расторговываем ее, но уже только асфальтирование велосипедной дорожки. То есть деньги мы никуда не отправляем подрядчику, который должен был это сделать, то есть деньги остаются в казне города. Часть работ, которую выполнена, которая будет принята, ну за это мы заплатим. Александр Ильич, они не успели асфальтировать, или там возникли какие-то сложности? Нет, дело в том, что, наверное, они не успели асфальтировать по одной простой причине, что у них было очень много объемов на территории города, и у них физически не хватило сил, чтобы выполнить эту работу. Но класть асфальт в 5 сантиметров неподготовленные, ну то есть можно положить, он рассыпется, и потом критика будет по полной программе. Александр Ильич, вопрос касательно того, как вчера прошла конференция «Единая Россия», и руководителем региональной ячейки «Единая Россия» стал губернатор Пановской Хайлик, товарищ Кожемяков. Как вы к этому относитесь? Положительно. Я могу сказать, что на самом деле выстраивается вертикаль власти. Обыкновенная вертикаль власти. Но могу сказать, что сразу же прошла ротация, то есть из полицовета убрали там, ну не то, что убрали, а заменили там 10 человек в одном месте, кажется, там еще там. Сейчас еще у губернатора будет возможность привлекать деньги из федерации именно по программам «Единая Россия». То есть на любую же партию выделяется финансирование. Вот. И через, возможно, вот через «Единую Россию», вот как «Комфортная среда». Это же мы забыли, а чья это программа? Вот «Комфортная среда», «Городская комфортная среда». Это программа партии «Единая Россия». Проект «Единая Россия». «Комфортная среда». В 2016 году, да? Да. А все уже забыли. Скверы и парки. Кто предложил? «Единая Россия» это тоже целая программа, это целый пласт финансирования. Поэтому, когда сейчас вот губернатор возглавил это направление, я думаю, там будут сделаны акценты для того, что да, вот действительно сделано, показано, сделано, показано. «Подолжение следует...» «Подолжение следует...»